В последнее время я замечаю, что новостей в телевизорах, кроме сами знаете каких, и изменений цен на нефть просто не существует. А, следовательно, количество тем для светской болтовни мы можем посчитать по пальцам ноги любого пронакопытного. Давайте сейчас попробуем взять эту крепость таинственного черного золота и разгадаем закономерности поведения его жителей. Это не должно быть сложнее, чем разгадать женскую природу. Итак, вспоминаем старшие классы общества знания в школе с их законами спроса и предложения. А значит, с одной стороны берем тех, кто готов предложить продукт, это страны-производители, а с другой стороны тех, кто готов купить товар. Ставим посередине рынок с основными площадками торговли, ну и на которые поступает нефть от экспортеров и переходит в руки импортеров. Здравый смысл нам подсказывает, что при уменьшении предложения и том же уровне спроса цена вырастет. А также при уменьшении спроса и том же предложении цена упадет. Проверяем. Возьмем у мирового банка среднегодовые цены за период с 2000 по 2012 года. Как мы видим, первое значительное изменение цены произошло в 2004 году. Возможно, из-за увеличения спроса. Для получения ответа нам остается сравнить данные экспорта и импорта сырой нефти по выбранным годам. Статистику возьмем с сайта управления по информации в области энергетики США. Примечательно, что импорт всегда больше экспорта. Подобное соотношение наблюдается и в отчетах ОПЕК. Здесь нам важно установить отношения импорта и экспорта, тем самым определить коэффициент спроса. По правилам экономики, которые нам транслируют в учебных заведениях, рост коэффициента спроса должен ввести к росту цены. Графики должны быть примерно такого вида. Ну, то есть, куда спрос, туда и цена. И первый казус возникает сразу же в 2001 году, когда спрос вырос, а цена упала. Фокус продолжается и в следующем году, когда спрос упал, а цена наоборот растет. Если честно, дальше уже смотреть больно. Резкий рост в 2004 и более катастрофический прыжок вниз в 2009. Получается, какого-то элемента в нашей модели, который мы построили по базовым законам экономики, не хватает. Взглянем еще раз. А пробел у нас вот где. Мы учли только рынок физического товара, ну, товар, который можно потрогать, но не посмотрели на рынок финансовый. Вот сейчас соберите все ваше внимание. Законы, спросы и предложения перестали работать с 1983 года. Потому что именно с этого времени, наряду с рынком физической нефти, начал существовать рынок финансовый, где нет реального товара, а есть только контракты. У нового рынка, конечно же, есть центры торговли. Эти два рынка нефти, реальный и бумажный, дополняют друг друга. Как вы понимаете, с появлением бумажного рынка нефти, правила изменились. Встречайте главных игроков на рынке бумажек. Хеджеры. Обычно производители или торговцы реальной нефтью. На финансовом рынке их инструмент – форвард. Форвард – это контракт об отложенной поставке с фиксированной ценой. Проще говоря, производитель отгрузит товар покупателю, скажем, через два года. А цену они определяют сегодня, и она не меняется. Эдакий способ застраховаться от колебания цен. А самое главное – товар дойдет до покупателя. Тут все понятно. Куда больше интерес вызывает второй тип – спекулянты. Спекулянты – это инвестиционные банки или рядовые трейдеры. Их основная цель – получить доход с ценных бумаг как можно быстрее. А затем избавиться от них. Они оперируют фьючерсами. Фьючерс – такое обещание поставить товар. Но, внимание, в них не учитывается реальный запас нефти. Иными словами, это просто бумага с надписью «Я поставлю товар через 72 месяца» и все. Вот эта бумажка имеет свою цену. Эта цена обновляется каждый день, и, как вы понимаете, ни о каких реальных поставках здесь речь не идет. Можно сказать, что спекуляция на рынке бумажной нефти является причиной непонятных и плохо объяснимых скачков цен на черное золото. Чтобы это все было возможно, были сделаны такие шаги. В 2000 году был принят закон о модернизации товарных фьючерсов, в котором освободили биржи от отчетности и сняли лимит на количество фьючерсов. Да, вы правильно расслышали. Количество фьючерсов ничем не ограничено, и никто не регулирует этот рынок. В 2003 году Федеральная резервная система разрешила приобретать материальные активы инвестиционным банкам и другим финансовым институтам, в том числе пенсионным и страховым фондам. Количество желающих заработать выросло. В результате, по данным комиссии по срочной биржевой торговле с января 2004 по июнь 2008, число открытых позиций спекулянтами на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже увеличилось с 900 тысяч до 2,9 миллионов. Итак, мы скорректировали нашу модель купли-продажи сырья, добавив туда финансовые институты. Теперь мы имеем огромную толпу владельцев нефтяных фьючерсов на финансовом рынке, действия которых влияют на рынок реальной нефти. Если разобраться, на каком основании спекулянты принимают решение о покупке-продаже, то будет тоже логично. Например, 2003 год, война в Ираке. Потребность сырья растет из-за нужды ведения военных действий. Так еще Ирак, как производитель, уменьшает предложение. В 2004-2005 годах прогнозы о резком развитии Китая и Индии. А следовательно, повышение спроса обещает устойчивый рост цен. Еще один яркий случай. Ипотечный кризис в 2007 году с США. Летом 2007-го влияние кризиса дотянулось до других стран. И именно в это время последний скачок цены на нефть вверх. На рынок бумажной нефти пришли участники финансового рынка ипотечного кредитования. А потом, как часто любят говорить, пузырь лопнул. Вот что мы можем сказать о причинах роста и падения цен на нефть. Цены на черное золото устанавливаются на торговых биржах спекулянтами, которые реагируют на события в мире покупкой или продажей ценных бумаг. По-другому. Цена зависит от ожидания биржевых игроков. То есть само по себе увеличение объемов добычи Саудовской Аравии незначительно влияет на общий рынок нефти и цену за баррель. Настоящее влияние оказывает шумиха по поводу этого новостными агентствами. Например, одной из причин, я подчеркиваю одной из, последних падений на нефть является кипиш вокруг нового способа добычи нефти из сланцевых месторождений в США. Другой близкий пример. Заметили, как мастера слова информационных агентств преподнесли недавнее снижение котировок китайского фондового рынка? Красная неделя, китайский обвал. А еще Иран обещал увеличить экспорт нефти в два раза. Ну, как думаете, что будут делать спекулянты после таких красочных эпитетов? Хотя, они уже все сделали за несколько часов до выхода новостей. Что вы думаете по этому поводу? А что обсудим на следующей встрече?